Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 27 июня, и вот пока я не ушла, я хочу сразу поговорить еще на одну тему про фитофтуру. Когда я рассказывала, что огурцы мы обрабатываем сывороточным раствором, пришел комментарий, один мужчина написал, что сыворотка это бесполезно, это только прилипатель. И я вот хочу и для тех, кто читает комментарии, возможно поверит ему, и для других, кто не знает удивительные свойства молочной сыворотки, хочу рассказать о сыворотке. Это видео относится к теме фитофтора, это еще одна грань. Народные рецепты борьбы с фитофторой. Очень многие обрабатывают сывороткой огурцы, но не все знают, особенно начинающим огородникам это будет полезно знать, что для обработки томатов сыворотка тоже с успехом применяется. И не только как подкормка, но больше всего это профилактика фитофторы. Ведь действительно есть рассказы опытных огородников, особенно деревенских, которые только с помощью сыворотки останавливают, предотвращают вот это страшное заболевание грибковое, как фитофтора. Им можно пользоваться, особенно тем, у кого фитофтора редкий гость, у кого не такие районы не с влажным климатом, у кого нет угрозы, а вот чисто как профилактика. Если вы будете обрабатывать два раза в месяц от сывороткой томаты, то это будет и прекрасная подкормка, потому что я уже говорила, там есть и макро и микроэлементы. И еще это прекрасная профилактика заболеваний. Вот эта молочно-кислая среда, я вот уже ответила в комментариях, что вы вот эту кислую среду разве не берете во внимание, когда пишете это просто прилипатель. Запомните, сыворотка это не прилипатель, это именно тот основной компонент, которым мы работаем, которым мы предотвращаем заболевания. Вот эта молочно-кислая среда, она подавляет патогенную микрофлору, она не дает расти, развиваться спором фитофторы. Но тут нужно знать некоторые моменты. Просто так взять сыворотку и обрызгать помидоры нельзя. Также можете получить ожог. Кислотный ожог листьев может быть от простой сыворотки. Казалось бы, это продукт питания. Вы ее можете выпить, ничего вам не будет. Но если вы обрызгаете томаты, вот в такую солнечную погоду листья сгорят. Поэтому начнем все по порядку. Я вот этот видеоролик решила снять особенно для тех, есть ли люди, проживающие, например, в сельской местности, и для которых недоступен весь этот широкий спектр вот этих препаратов магазинных. И им проще, удобнее пользоваться вот такими народными средствами. Особенно молочная сыворотка, когда люди делают творог, когда там прокиснет простокваша. Это же такой, ну элементарный продукт, который есть в каждом доме, особенно вот в сельской местности. Смотрите, сыворотку рекомендуют всегда разбавлять. Вот, и для того, чтобы не было кислотных ожогов, и для того, чтобы не закупоривались поры листьев, особенно если вы используете жирный продукт, вот деревенское молоко высокого содержания жира, там и 4,5, есть даже до 6%, я знаю, есть такое. И вот этот вот слой сыворотки, он может быть такой плотный, что он закупорит все вот эти дыхательные поры растениям, нашим листьям. Поэтому особенно после жирного молока нужно разбавлять. Как мы разбавляем, по какой системе? Вот я делала из-под кефира сыворотку, он почти обезжиренный, там 1, по-моему, процент. Ее можно или вообще не разбавлять, или разбавлять один к одному. То есть, литр воды, литр сыворотки. Все соединяем, и это уже готовый раствор. Если более жирный продукт, нужно разбавлять один к трём. Если совсем жирное молоко деревенское, люди даже разбавляют на 10-литровое ведро воды литр сыворотки, а остальные 9 литров воды. И такая обработка будет тоже действенна. Еще про иод. Многие добавляют иод. Иод можно добавлять. Он полезный, он томатам не повредит, но с ним нужно быть осторожно. Главное, не переборщить, потому что после иода тоже могут быть ожоги. Самой такой безобидной дозой считается 10 капель на 10-литровое ведро. Вот вы можете сделать такую смесь. 9 литров воды, 1 литр сыворотки жирной из-под жирного молока и 10 капель иода. И обработать свои томаты с соблюдением всех правил подкормок и обработок. То есть, или рано утром, или поздно вечером, чтобы не было яркого солнца. Вот этот вот слой, тончайший слой сыворотки, он предохранит на 2 недели, будет спасать ваши томаты от возможного заражения фитофторы. Потому что сейчас может как бы дунет ветер, с соседнего участка спору принесет, она упадет на листик и может там угнездиться. Но если будет вот эта пленочка, она во-первых там не прицепится, а во-вторых, даже если какой-то там спора уже сидела, то вот это кислые бактерии, они ее убьют. При обработке желательно опрыскивать листья с обоих сторон и сверху, и снизу, и стебли, и молодую зависть томатов, и еще вот эти вот приствольные круги, грунт. Желательно тоже немножко делать опрыскивание, чтобы возможно, если там какие-то есть споры, фитофторы, чтобы вот эта кислая среда, она их в зачатке, как угасила, не дала им развиться и разрастись. Вот это просывороточное опрыскивание. Но еще, еще раз повторю, что это будет не только профилактика заболевания, это еще будет своеобразная подкормка. Подкормка натуральная, но подкормка очень хорошая, и кто пользуется этим регулярно, хочу добавить, что если у вас еще нет никакого заболевания, но вы хотите предотвратить или хотя бы отодвинуть дату начала болезни, достаточно раз в две недели делать сывороточное опрыскивание. Это когда ясная погода, когда ясная солнечная погода, если у вас идут часто дожди, она смывается, она смывается, и в дождливую погоду нужно делать раз в неделю, то есть почаще. Вот это вот еще одно средство борьбы с фитофторой. Конечно, сразу говорю, что если у вас зона риска, и если у вас фитофтора частый гость, то, возможно, сывороточное опрыскивание вам мало поможет, потому что это все-таки профилактика, профилактика в тех случаях, когда еще ничего нет. И сразу говорю, что если вы делаете такие опрыскивания, делаете, делаете, но наступила погода неблагоприятная, как уже поздно, например, конец лета или начало осени, дожди сыра, и вы увидели первые признаки заболевания, то лучше всего вот с таких народных средств перейти на обработку фунгицидами химического происхождения, то есть магазинными. Вот я говорила, хлорокис меди или 1% раствор бордосской смеси, я потом еще раз буду говорить, как ее разводить, тогда уже сыворотку мы оставляем вот для огурцов или для еще чего-то. Сывороточное опрыскивание можно делать всем, всем абсолютно, овощам, можно опрыскивать огурцы, можно опрыскивать томаты, можно опрыскивать баклажаны и перцы, это будет и подкормка, и вот такое вот, как бы, восстановление, вот этот фон именно микробиологический удерживать, чтобы в таком нормальном порядке, чтобы там патогенные грибы не развивались, вот этим кисленьким мы будем их немного убивать. Все, с вами была Ольга Чернова, сегодня у меня время побольше свободного, я постараюсь побольше вам видеороликов снять, потому что бывают дни, когда вообще нет времени снимать. Сегодня расскажу про кладоспариоз, про бурую пятнистость и расскажу, чем вчера я травила насекомых, потому что у меня баклажаны начали пожирать насекомые. Баклажаны, этот лакомый такой кусок, на него все кидаются, уже и глорадского жука там нашла, в прошлом году какие-то слизни съели, это тоже очень важная тема, пока до свидания, сейчас будет следующее видео, мы уже пойдем в теплицу. Желаю, чтобы у вас была такая же прекрасная погода, представьте, у нас были дожди, нас всех хорошо полило, теперь солнце, но вот это ли не благодать, это мечта огородника, чтобы очередовалась дождливая и солнечная погода, чтобы ничего не нужно было делать, не поливать, только ходи, общипывай вот эти вот пасынки лишние и нюхай цветы. Прелесть, лето это маленькая жизнь.